всем привет с вами акула и космонавт и мы с вами вновь на или так есть здесь второй этаж что-нибудь интересное в нем есть вроде бы только балкончик только балкончик мы прослушали старое сообщение которое поняла только наше храброе капитан шепард так и куда мы должны теперь отправиться значит контрольная панель до чтобы теперь нас пустят в лифт посмотрим ну-ка ну-ка а кнопочка теперь горит зеленым и лифт разблокирован значит мы все сделали верно так никто не застревает в дверях и мы куда-то едем куда же мы едем я надеюсь что это все хоть как-то помогло нам разблокировать дорогу для преследования сарана потому что просто так где мы оказались здесь мы бегали нам надо вернуться что ли дверь в архив а система безопасности отключена вернитесь к транспортеру и продолжите преследование сарана отлично значит бежим я правильно я правильно бегу нет мне надо повернуть налево все-таки доставать оружие на панельку это ужасно непривычно так чтобы загнать транспортер в жуткий подземный бункер я хорошие отличная идея я думал саран устроит на какую-то ловушку или засаду но наверное он слишком спешил или мы в нее еще не попали стали очень оптимистично ну и я в общем-то да и я понимаю просто едем по очень длинному коридору стен которого торчат подозрительные штуки что это такое на стенах какие-то контейнер до кадр меня тоже интересует на анабиозные камеры наверное протеане пытались сохранить себе жизнь с помощью криогенной заморозки папа так ай-яй отлично ну это была какая-то жиденькая засада честно говоря я бы ожидала больше вот так стоп честно говоря вот проскочила бы и не заметила если бы меня еще перестала так мотать там впереди что-то что происходит это ловушка саран устроил нам засаду ой не думаю что за этим стоит саран я могу как-то я загрузилась и медленно что происходит это ловушка саран устроил нам засаду не думаю что за этим стоит саран теперь мне удалось выйти из транспортера и мы идем куда-то вправо да так и опять куда-то вниз если бы это была просто автоматическая ловушка саран бы тоже попался в нее как вы думаете что это не знаю лишь бы это что-то не попыталась нас убить у нас и без этого достаточно врагов это оптимист вы не протеане но и не машины эта вероятность также была предусмотрена среди прочих поэтому мы оставили предупреждение с помощью маяков похоже это какая-то в и программа причем сильно поврежденная я не ощущаю ни в одном из вас следов внушения в отличие от тех кто недавно проходил здесь а тех кто пропустил возможно надежда еще есть погодите минутку как так получилось что я вас понимаю почему вы говорите не на протеанском языке я отслеживал ваши переговоры с момента как вы вошли в комплекс я перевел свою речь в понятный для вас формат и весь словарь да откуда-то подтянул здесь в безопасности пока но все может измениться скоро безопасности не будет нигде давай поговорим о тебе какая-то программа искусственного интеллекта я не органическая аналитическая система несущая слепок личности к сада и шана главного смотрителя исследовательского комплекса на или зачем вы меня сюда привели вы должны нарушить цикл продолжавшиеся миллионы лет но чтобы его прервать вы должны сначала понять его или вы совершите те же ошибки что и мы цитадель сердце вашей цивилизации столица вашего правительства тем же самым она была и для нас и для всех кто был до нас кто же ее первый построил но цитадель это ловушка эта станция огромный ретранслятор он ведет в темный космос в пустую бездну за горизонтом галактики когда ретранслятор включится оттуда выйдут пожинатели все что вы знаете будет уничтожено офигеть то есть цивилизация рождается находит цитадель радуется пользуется ей потом достигает некоего предела развития значит ретранслятор срабатывает что урожай созрел и приходят они да прикольно прикольно а всем запрещено пожинатели позаботились о том чтобы скрыть главные секреты цитадель для этого они создали органическую расу якобы мирных а это те самые которых мы сканили хранители поддерживают основные функции станции они позволяют всем расам которые найдут цитадель пользоваться ею без полного понимания ее технологии вот блин не пользуйтесь непонятной технологией как пожинатели выживает в темном космосе у нас есть только теории здешние ученые пришли к выводу что для сохранения энергии пожинатели входят в длительные фазы бездействия это позволяет им прожить тысячи и тысячи лет пока не восстановится органическая цивилизация но в этом состоянии они уязвимы уходя за пределы галактики они добиваются того чтобы никто случайно не наткнулся на них их существование остается тайной пока не включается ретранслятор цитадель замечательно отличный план и даже без иронии надежный идеальная ловушка пожинатели смогут уничтожить советы весь флот цитадели одним неожиданным ударом такова была и наша судьба наши предводители погибли прежде чем мы успели понять что атакованы пожинатели захватили контроль над цитаделью а через нее и над всеми ретрансляторами связь и перевозки по всей нашей империи были нарушены каждая звездная система отрезана от остальных мы стали легкой добычей для флотов пожинателей затем пожинатели систематично истребили наш народ планету за планетой систему за системой они постепенно смели нашу цивилизацию ну что значит не сдались им война была проиграна если бы вы сдались они могли бы сохранить вам жизнь нам не предлагали сдаться ммм наш враг имел лишь одну цель уничтожение всей развитой органической жизни заняв цитадель пожинатели получили все наши записи карты данные переписи информация это сила а они знали о нас все их флоты прошли по всем обитаемым районам галактики часть планет была целиком уничтожена другие они захватили и обратили население в рабство эти рабы находившиеся под внушением стали тайными агентами пожинательных другие протеане принимали их как беженцев а те предавали их машинам за несколько столетий пожинатели убили или поработили всех протеан галактики они были жестоки безжалостны и неумолимы что-то даже с их возможностями за несколько столетий это слишком долго они не торопились я смотрю что с этого имеют пожинатели почему они вновь и вновь повторяют геноцид пожинатели чужой и непостижимый народ возможно им нужны рабы или ресурсы но скорее всего ими движут мотивы и логика которые не поймет ни одно органическое существо в конце концов важно ли это чтобы выжить вам надо остановить их а не понять их я не понимаю куда же делись пожинатели после того как завоевали ваш народ покушали и уснули они стали голыми рабы подвергшиеся внушению опустошили их они забрали все ценное все ресурсы все технологии удостоверившись в том что развитой органической жизни больше нет пожинатели удалились через цитадель назад в темный космос и закрыли за собой дверь были уничтожены все свидетельства вторжения остались лишь брошенные ими рабы а рабы все таки остались хаски безмозглые пустые оболочки не способны к самостоятельному мышлению вскоре они вымерли геноцид протеан завершился ээээ нормально то есть я не очень понимаю вот этот вот момент то есть рабами были хаски ээээ но блин мы видели их такое существо за привет я беженец никто бы не принял мне кажется нет не знаю конечно как выглядели вот эти вот протеане нам вот даже вои не показывают как он привычно выглядит типа поврежденный но если только как это полная марионетка но и то вот к рабам у меня большой вопрос ладно давайте перейдем к делу вы сказали что привели меня сюда с какой-то целью скажите что я должна сделать канал это ключ накануне нападения пожинателей мы протеане были на грани того чтобы раскрыть тайну технологии ретрансляторов ил был сверхсекретной базы здесь наши ученые пытались воссоздать ретранслятор в миниатюре он был напрямую связан с цитаделью узлом сети ретрансляторов канал это не оружие это потайной ход на цитадель как вам удалось остаться ненайденными официальные данные о нашем проекте были уничтожены в начале нападения на цитадель протеанская империя рухнула но ил уцелел мы прерывали все сообщения с внешним миром мы погрузились во мрак персонал ушел под землю в эти архивы в целях экономии ресурсов все погрузились в анабиоз меня оставили следить за происходящим и пробудить сотрудников когда опасность пройдет но уничтожение целого вида это длительный процесс шли годы десятки лет сотни пожинатели не уходили а мои запасы энергии убывали а у вас там не было каких-нибудь атомных батареек алло как вы выжили я стал отключать жизнеобеспечение тех без кого можно было обойтись начиная с младшего персонала одного за другим это позволило сэкономить энергию в конце концов остались лишь анабиозные камеры главных ученых даже им уже грозила опасность когда пожинатели наконец ушли через ретранслятор цитадель там были сотни анабиозных камер вы просто их все отключили вы убили их вы были запрограммированы защищать их а не убивать такой исход тоже предусматривался мои действия результат условий заложенных в программу при моем создании уверен тем без кого можно обойтись об этих условиях не сказали я спасал ключевой персонал когда пожинатели ушли главные ученые были еще живы мои действия единственная причина по которой сохранялась какая-либо надежда когда ученые пробудились они поняли что протеанская раса обречена нас осталось всего несколько десятков слишком мало чтобы поддержать жизнеспособную популяцию но они поклялись найти способ не дать пожинателям вернуться навсегда прервать цикл им было известно о роли хранителей я так и не могу понять что здесь происходит почему саран пытается найти канал канал даст ему доступ к цитадели и хранителям хранителями управляет цитадель каждый раз перед вторжением через станцию проходит сигнал который заставляет хранителей включить ретранслятор после долгих лет напряженных исследований ученые нашли способ изменить этот сигнал с помощью канала они получили доступ к цитадели и произвели необходимые модификации на этот раз когда властелин послал сигнал на цитадель хранители проигнорировали его пожинатели заперты в темном космосе видимо да если мне поможет саран у сарана должен быть какой-то план чтобы исправить все что вы сделали тот кого вы называете сараном использует канал чтобы обойти систему защиты цитадели оказавшись внутри он передаст управление станцией властелину властелин отключит системы цитадели и вручную включит ретранслятор цикл уничтожения начнется вновь есть какой-то способ их остановить в моей консоли есть файл сданный возьмите с собой его копию когда доберетесь до главного пульта цитадели загрузите файл туда то есть нам надо рвать когти на цитадели он нарушит протоколы безопасности цитадели и временно даст вам контроль над станцией у вас может появиться шанс против властелина подождите а где находится этот главный пульт цитадели я впервые о нем слышу воспользуйтесь каналом следуйте за сараном он приведет вас к пульту так давайте еще повыспрашиваем если пожинатели заперты в темном космосе как властелин оказался здесь можно предположить что после каждого сбора урожая пожинатели оставляют кого-то из своих в качестве агента чтобы тот подготовил их неизбежное возвращение на 50 тысяч лет как и те что ушли в темный космос властелин вероятно провел последние 50 тысяч лет в состоянии спячки ну да, космос большой время от времени он мог просыпаться чтобы анализировать ситуацию не показываясь никому на глаза он оценивал состояние галактической цивилизации а когда пришло время подал сигнал цитадели чтобы вызвать очередное вторжение но на этот раз сигнал не сработал хранители не отозвались на него союзники властелина остались запертыми в пустоте он оказался один и стал пытаться понять что пошло не так ну вы в одиночку властелин самый большой корабль в галактике зачем все эти секреты почему нельзя просто атаковать цитадель властелину язвим раскрыть свою природу значит для него объединить против себя все органические расы даже пожинатель не выстоит при таком соотношении сил но пожинатели терпеливы они не бросаются навстречу неизвестным властелин мог строить свои планы сотни лет осторожно собирая себе союзников действуя через своих агентов чтобы о нем не узнали он постепенно собирал фрагменты мозаики Сарен самая очевидная пешка пожинателей но вряд ли первая ну да просто наш современник осмелел не знаю от самоуверенности или от отчаяния но он решил открыть портал в темный космос а что насчет маяка на Айден Прайм и того другого на Вермайре зачем они нужны в эпоху нашего расцвета маяки охватывали все пространство нашей империи они составляли единую общегалактическую сеть межсистемный интернет данных с планеты на планету во время вторжения практически все маяки были уничтожены но как только пожинатели ушли те кто выжил на Иле решили рискнуть и отправить сообщение мы знали что скорее всего больше никого не осталось но если вдруг был кто-то еще мы хотели сообщить им об Иле дать им надежду поэтому по сети было отправлено сообщение поэтому мы о нем узнали а вас могли узнать пожинатели вообще-то мы сомневались что хоть один маяк еще действует но попробовать было нужно если были еще выжившие мы должны были с ними связаться сообщение предназначалось для представителей нашего народа его код могло понять только органическое существо мы все еще не понимали силу внушения нам было невдомек что сообщение может привести на эту планету агента машин такого как Саран но так же оно привело сюда и вас так что возможно мы все же не ошиблись так значит когда пожинатели создали цитадель вместе с нею они создали и хранителей предположительно хранители это одна из порабощенных в глубокой древности цивилизации возможно первая из них возможно они хорошо поддавались внушению или просто пожинатели вывели эту послушную расу как бы то ни было их оставили следить за цитаделью но теперь хранители уже не находятся под прямым контролем властелина они эволюционировали так что откликаются лишь на сигналы издаваемые самой цитаделью когда протеане изменили сигналы цитадели им удалось освободить хранителей от власти пожинателей они стали совершенно безвредными ага это чтобы мы потом не стали уничтожать хранителей да властелин должно быть понял что органическими расами слишком сложно управлять это правдоподобная гипотеза хранители эволюционировали в неожиданном направлении неорганические слуги такие как гетты более предсказуемы так мы еще не спросили что стало с выжившими протеанскими учеными с помощью канала они получили доступ к цитадели но канал это всего лишь прототип портал работает только в одном направлении так что они оказались заперты на станции я не знаю что с ними стало потом вряд ли они нашли на станции воду или пищу боюсь что они умерли страшной и медленной смертью мне лишь известно что им удалось заблокировать ретранслятор ваше присутствие здесь означает что их жертва была не напрасно так ну кажется мы все вы спросили тогда выдвигаемся наверное у сары на и так уже большая фора забираем файл и уходим тот кого вы называете сары нам еще не добрался до канала еще есть надежда если вы поторопитесь ну что ж пойдем да пойдем пойдем офигеть конечно накрутили это трагично несмотря на все свои достижения протеани потеряли все как и мой народ даже их последний план провалился да ладно провалился не особенно провалился они дали нам оружие дали нам шанс если только мы сможем добраться вовремя не совсем не провалился кто тут еще да чего ты так куда нам да блин только не переворачивайся ну и ну и да не дергайся ты Я думала, мы опять будем летать О, там Враги, да? Где? В углу Ай-ай-ай Тут еще Так, я вас чуть-чуть пропустила И остался, значит, колосс Ну, ничего, сейчас разберем его Он стреляет еще хуже, чем я И постоянно сандалил в стенах Ой, так, ну Так, давай-давай-давай-давай Не вихляйся, пожалуйста Так, нам вправо, да, надо будет? Я так понимаю, раз там враги торчут Ну, поворот Да, блин, не вихляйся По-моему, даже на той Замерзшей планете Загранотряды были гораздо более сильными Заградотряды, господи Загран Так, кто-то тут еще остался Не вижу тебя Ты где? А, ты за углом Какая тут запутанная система ходов Карта есть? А, да, мне не показалось Это мы действительно объехали Крестик вот здесь вот оказался Водопровод Мы по канализации протеанской шарахаемся, да? Ну, понятно Ой Вот он Это канал Невероятно Некогда наслаждаться видом Нужно лезть в ретранслятор Синзи, полезай в ретранслятор Только Крыль Включить защиту! Закрыть станцию! Лучи не двигаются! Системы не отвечают! Покинуть цитадель! Эвакуировать совет! Цитадель главная! Цитадель главная! Как слышите? Не слышат! Ой-ой-ой! Что? 40 секунд? Да вы охренели! А-а-а! Быстрей-быстрей-быстрей! Я боялась, что мы не успеем! Во всех отслеживаемых системах отмечаются критические сбои Просим немедленно приступить к эвакуации Это не учебно... Архитектурные излишества оказались не совсем архитектурными излишествами Мастер парковки! Мастер парковки! Немедленно приступят к эвакуации! Так... Никого нет, капитан! Во всех отслеживаемых системах отмечаются критические сбои! Вы знали, что во время всяких пожаров и прочих катаклизмах в зданиях нельзя пользоваться лифтами? А их-то за что? Типа за то, что они сработали? Цитадель закрывается! Станцию забирают! Не пускайте вражеские корабли внутрь! Боялась, что подвиснет! Что он так замер! Ух! Какой же он здоровенный! КОНЕЦ Грозное зрелище. А мы тут на лифте катаемся. Сарен заблокировал лифт. Надеть шлем. Полезем наружу. Оу. Сколько нам этажей пилить вверх? Ой-ой. Так. Куда нам полезем? Куда нам надо лезть? А, сюда. Самая... Да, блин. Самое обидное при всяких штуках на скорость, что скорость передвижения у капитана, ну и у всех, в общем-то, соратников, такая, что просто вот не бегать, не перекатываться ребята не могут. Вот, когда очень это все медленно ощущается, и в тот момент, когда нужно, вроде как, все делать быстро, скоро и скорее-скорее, а то все в опасности, вот, это такое себе. Какая? Ты его взломала? Полная готовность. Думаю, все в порядке, капитан. Летает. Так, что дальше? Обнаружен противник. Так, давай, высовывайся. И ты давай высовывайся. Ладно, давай, я высунусь, и ты высунешься, хорошо? О, тут еще ветер. Да-да-да-да-да-да, ушел. Ушел? Все, ушел. Ух. Так, теперь у нас справа кто-то, да? Значит, нам надо будет направо идти. Так, точно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, дайте мне тоже за что-нибудь справиться. Где? Тали. Ты мне помогаешь. Иди, хорошо. Это их задержит? Думаешь? Так, музычка подъехала. Не знаю. Да, нам надо там. Не понимаю. Где-то вперед, да? А что, где вперед? Мы же прыгать не можем. А, вот сюда, да? Точно. Ой. Почему я в него не попадаю? Ну, все. Так, кто-то еще. Так, взломано. А ты люби-то? Хорошо. Район свободен. Радостно слышать. Ай! Эти сохранения, они так... Это, конечно, очень круто. О, бронительная турель. А, мы можем... Генератор в помеху. Так, давай. Конечно же, самое время кутеешить турели. Да? Так. А, у нас есть еще? Так, ребят, давайте. Держите их. Я пока повзламываю оборонительные турели. Началось веселье. Да? Тебе весело? Хочешь сказать, что тебе весело, да? Ну, ладно. У каждого свое понимание и веселье. Ну и вообще... Настало время умирать. Так, всех? Всех, хорошо. Не, ну, конечно, хорошо, что... Ой, мама. Что тут сохранения даются нормальные. То есть, но... Если в пылу битвы не успеваешь сохраниться, вот, автоматическое сохранение тебя спасет. Ну, давай, вылезай. Ну, давай, вылезай. А, как тебя снять-то? Задействовано системы уклонения. Ну, от кого ты уклоняешься? Ну, не, не помогает. Так, ладно. Давайте тогда. Все? Никого? Никого? Ну, отлично. Всего-то надо было капитану Шепард высунуться из-за укрытия, да? Ай! Жиггернаут. Что по тебе? Так, а кто у нас здесь? Вылазь. Так, а там это чьи пушки? Наши пушки или не наши пушки? Не наши, да? Отключай ее! Давай. Ай! Ай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Черт! Так. А, блин. Опять мы тут. С этими красавцами, да? А, ну хоть они сейчас Немножко вылезают Давайте Крогану на себя Ай-яй-яй-яй-яй-яй Избиваю Так, ворачиваемся Фух Так, значит, здесь надо Одновременно спасаться И от Пушек И от стреляющих Как не сдохнуть Мы вообще хоть как-то Эти пушки повреждаем? А, да, повреждаем Блин, сняли его Где? Где он? Ладно Бегом-бегом-бегом-бегом-бегом-бегом Так, кто здесь справа еще? Да, естественно Я, как всегда Отвлеклась И не поняла, что в меня еще Сбоку сандалят Да? Давай Поплась Так, пушка работает На, пушка вроде бы Ага Так, хорошо Так Так Блин, где тело Кайдена-то? А, тело Кайдена воспряло И само бегут к нам Это хорошо Так Так Кого мы сандалим? А, блин Не застревай Так Впереди у нас А, это пушка, да? О Все? Блин, и все Тут еще кто-то красный Это кто? Кто-то или что-то красный? Так Пиздец-солдат И эта пушка все-таки воспряла, да? О Все Супер Так, раз там щиты Значит нам туда А схоронения будут? Нет Люк Так Так Аптечка Это чудесно Так Тут у нас враги Так Так Еще один, да? Где? Не вижу Ой, вижу Где мои А, вон они Прячутся Это я Вылезаю Из-за укрытий Когда не надо, да? А мои ребята Четко действуют По правилам Прячутся За укрытиями И все такое Давай, давай, давай Прилипай к укрытию Так Так Давай Все, кончайся Ух Так, я так понимаю Нам что? Впереди у нас Финальная битва, да? Или Или что? Слился Ах, ты же, блин Любитель летать На платформах Скотина такая Я уж боялся Ты не успеешь, Шепард К чему не успею? Че-то она шеей Странно сделала В последней схватке Думаю, мы оба знали Что этим все кончится Битва двух Я победил Уже дошло, нет? Через пару минут Властелин будет контролировать Все системы Цитадели Ретранслятор откроется Пожинатели вернутся Я смогу их остановить Давайте не в этот раз У меня осталось Пара тузов в рукаве Тебе удалось Пережить нашу встречу На Вермайере Но с тех пор Я изменился Стал Лучше Властелин Усовершенствовал меня Ты дал Властелину Насажать в себя имплантатов? Пожалуй, я должен Поблагодарить тебя Шепард После Вермайера Я все думал О твоих словах О том, что Властелин Манипулирует мною О внушении Сомнения стали Разъедать меня Властелин почувствовал это Его имплантаты Укрепили мою решимость Аж палец через ладонь прошел Сомнения позади Я всецело верю Во Властелина Я знаю, что пожинателям Нужна органика Присоединись к нам И Властелин найдет для тебя место Я лучше умру, чем буду так жить Тогда ты умрешь И твои спутники Все твои друзья Любимые Все, кого ты знаешь Разве непонятно? Вы все умрете Пожинателей не остановить Протеани не смогли И у тебя Не получится Это Бесконечный цикл У нас есть сохранение Властелин еще не победил Я не дам ему захватить контроль над станцией Отойди в сторону И нашествие не состоится Мы не можем это остановить Лишь задержать У тебя же были видения Ты знаешь, что случилось с протеанами Пожинатели слишком сильны Какой-то частью себя ты еще понимаешь, что так нельзя Ты можешь бороться Возможно, это правда Возможно, еще есть шанс, чтобы... Давай-давай Будем использовать до последнего Ты еще можешь освободить... Ой Прощай, Шепард Спасибо Вот, честно, это было неожиданно для меня Да, это было для меня неожиданно Я думала, нам сейчас драться с ним придется Как говорят хакеры в фильмах Я в системе Возможно, флот успеет сбить Властелина До того, как он вновь перехватит управление Попробуйте открыть канал связи Я не умею открывать станцию Я всего лишь капитан Теперь назначение Основные двигатели отключены Мощность генетических барьеров упала до 40% На борту члены совета Повторяю На борту члены совета Нормандия Цитадели Нормандия Цитадели Скажите, что это вы, капитан Это я Я здесь, Джокер Мы принимаем сигнал бедствия, капитан Я тут в секторе Андуры Со всем Арктурским флотом Мы можем спасти путь предназначения Просто разблокируйте ретрансляторы вокруг Цитадели И мы тут как тут Вы уверены, Шепард? Если вы пришлете сюда флот Человеческие потери будут очень высоки Это касается не только людей Властелину гроза для всех органических видов в галактике Верно Поэтому вам нельзя тратить силы на попытки спасти совет Придержите подкрепление Пока Цитадель не раскроется И человеческий флот сможет ударить по Властелину Какие будут приказы, капитан? Лететь на выручку пути предназначения? Или погоди, пока жопу рвать? Блин С одной стороны Обезглавливать Цитадель Это как-то не круто С другой стороны Флот и люди Блин Блин, блин, блин Ладно, давайте так Подождите, Джокер Мы не будем жертвовать людьми ради спасения совета Придержите корабли Пока не сможете напасть на Властелина Приносите совет в жертву ради большего блага? Я надеюсь, вы знаете, что делаете Я тоже надеюсь, Кайден Кораблям альянса держать строй Ждите выхода на Властелин Остальное не важно Повторяю, остальное не важно Я думаю, людям это еще припомнят Капитан, мы получаем подкрепление Этальянс, открыть канал связи Говорит, путь предназначения Нас атакуют Система поиска не появляется Барьеры отключились Капитан, они закрыли канал Кто говнюк? Я говнюк Ну, пиявка Ну что, он готов? Ну что, будет битва с зомби Или не будет битва с зомби Он мертв Хорошо так О, все-таки будет Ой Слишком много имплантатов, да? Эх, его Йо, король бабай Мать моя женщина О, господи Он превратился в моего Самого нелюбимого противника, да? Который прыгает О, господи Двух Тема О, господи Вот это вот не честно между прочим Давайте ему возможность отхилять щиты Там у нас еще, да, полят? Ага, так Где? Где красавчик? Сволочь прыгучая Где ты? А И рассыпался в пыль И никаких доказательств, да? Щиты отключены, вот наш шанс То есть они настолько взаимосвязаны были? Или это так повезло просто? Держаться рядом, идем в атаку Надеть шлемы, а то сейчас будет разгарметизация Идем! Идем! Но мыоссоверный пыль дает наш ieхалil Пока этот день Идем в донун Этого И дверь Давайте Капитан Андерсон, мы нашли их! Они здесь! Спокойно, всё закончилось. Вы в безопасности. Где капитан? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мне не хотелось портить эпичную музыку и эпичный момент своими ехидными комментариями, но они у меня есть. Мы получили ваше сообщение, посол. Объясните, в чём дело? Не стоит кипятиться, капитан. Я хотел бы сохранить все свои зубы на месте. Сказали бы спасибо за то, что я сделал. Если бы Нормандия осталась на приколе, мы все были бы мертвы. Я понимаю, капитан. Вы сделали то, что должны были. Поэтому вы здесь. Нам нужно обсудить то, что произошло с Советом. Действия капитана были верны. Действия капитана получилась с Советом. Нам нужно было сохранить флот, чтобы уничтожить Властелина. Иначе никак. Я согласен. Но это также даёт нам определённые возможности. Флот и Цитадели понесли тяжёлые потери. В результате Альянс стал сильнее. Без нас они не смогут восстановиться. Нам нужно сыграть ведущую роль в формировании нового Совета. Во главе с председателем Человеком. Они на это согласятся? Я могу себе представить, что нас пригласят вступить в Совет. Но возглавить его – это совсем другое дело. Другие расы напуганы. Ни с чем подобным они прежде не сталкивались. Они не знают, что им делать, и хотят, чтобы мы вышли вперёд. Они верят в нас благодаря вам, Шепард. Вы спасли галактику от Властелина. Вы – символ всего хорошего, что есть в человечестве. Нашей смелости. Нашей силы. Посол прав. Остальные расы надеются на нас. Они не просто признают наше лидерство. Они примут его с радостью. Учитывая всё, что вы сделали, капитан Шепард, Альянс хочет знать, кого вы видите на посту председателя Совета. Ну вот, он мне не нравится. Ты мне не нравишься, товарищ посол. У меня всего два варианта, да? Капитана и тебя. Ну вот из двух этих вариантов я выберу капитана. Скоро начнётся война. Нужен кто-то с военным опытом. Такой, как капитан Андерсон. Не могу не согласиться. Капитан, вы к этому готовы? Не знаю, готов ли к этому хоть кто-нибудь из нас. Но я сделаю всё, что смогу. Так, и что дальше? Ну что, впереди у нас настоящая работа. Пожинатели никуда не делись. Они скоро будут здесь. И я собираюсь придумать, как их остановить. Попучили на меня глаза. Тут не поспоришь. Война с Пожинателями не за горами. Если мы проиграем, всему живому конец. Нужно показать остальной галактике, что мы умеем и можем побеждать. При поддержке других рас мы сможем выиграть эту битву. Если они будут с нами, мы выстоим против Пожинателей. Столько красивых кадров. Прям не знаю, что взять на обложку. Я так понимаю, мы закончили первый Mass Effect с вами. Вот. Это было интересно. Это было увлекательно. Несмотря на то, что в начале я была несколько скептично настроена по отношению к побочным квестам. Они тоже были интересными. Вот. Я думаю, что я продолжу проходить эту серию, потому что, блин, она интересная. Мне нравится. Надеюсь увидеть вас в новых Mass Effect на моем канале. На моем канале. Так что, до новых встреч!